А вот все говорят, Путин сам по себе никто, Путин ничто, но система, которую выстроил Путин, вот она, значит, работает, вот все говорят, после Путина не будет ФСБ, может, Путина и не будет, а сама система, вот кем она сегодня по-вашему контролируется, потому что мы же прекрасно понимаем, ну, не Пригожин же принимает решение, не Гиркин принимает решение, и, возможно, даже не Путин, тогда на кого он опирается, кто эти люди? Ну, эта система, почему я считаю, не выживет без Путина, потому что она, в общем-то, этот режим, он строился как персональный, персоналистский режим, и Путин это тот человек, который обеспечивал народную поддержку всей этой машине, то есть ФСБ без Путина, ФСБ без какого-то лидера, политика, пользующегося народной поддержкой, ничто. Ну, это уже происходило в начале 90-х, когда все спецслужбы, ну, практически были разгромлены, и реальное, как бы, значит, влияние перешло разным группировкам, бандитским в том числе, поэтому нет. ФСБ сегодня влиятельная сила, но эта влиятельная сила прикрывается пока еще, ну, до какого-то времени популярным президентом. Как только Путина не будет, то совершенно очевидно, больше не будет никакого лидера, обладающего сакральным рейтингом, вот, и, скорее всего, все эти спецслужбы будут воевать друг против друга. Поэтому будет война всех против всех. И дальше там уже кто как победит, в зависимости от того, какие группировки придут к власти, как они будут эту власть свою легитимизировать, через выборы, не через выборы, да, ну, посмотрим, как будет. Вот такая система Путина просто вот существовать не сможет. Она будет, ну, модернизирована, либо это будет какой-нибудь коллегиальный орган, либо это будет демократизация, либо это будет революция, там, еще какая-нибудь система. То есть, ну, вот эта система без Путина не имеет шансов на выживание. Вы когда говорите, пусть она не будет, мне почему-то сразу вспоминается, значит, документальная история, которую рассказывал еще Навальный. А то, что, по сути, о лже-пророке и лже-научном сотруднике братья Ковальчуке, там, у них же один за бизнес, это второй за науку. И, значит, Ковальчук, якобы Ковальчук на голубом глазу там Путина убеждал в том, что жить можно там до ста и более лет, значит, и все. И он ведь во все это верит, ну, так, как он верит в шаманов, ну, вот не, он же все именно за этим, за продлением вечной молодости туда ездит. И тогда возникает вопрос, а как не будет, вот как не будет, вот как вы себе видите, как будет устранен или каким вы видите финал Путина. Кстати, а потом задам еще один вопрос, вот я, кстати, у меня тут есть претензия от одного известного человека к российской оппозиции, то есть не буквально адресно к вам, а как бы, но сначала давайте про Ковальчуков. Кстати, Навальный тогда смешно сказал, он говорит, Ковальчук настолько убеждает Путина вообще в том, что он действительно может влиять там и на свое долголетие в том числе, говорит, и если вдруг Ковальчук Путину предложит физику переименовать в Путизику, то так учебники и будут выходить там, учебник Путизики за 10 класс, ну, что-то такое. Вот это же одержимые люди, они ведь действительно верят в свою правоту и в свою вечную жизнь. Да, это как был такой генерал при Ельцине, по-моему, да, по-моему, Рогозин он, или, может быть, я его сейчас путаю, который приходил и говорил, как правильно расставлять мебель в Кремлевском кабинете, значит, у какой-то своей методики. Фэн-шуй, да. Не фэн-шуй, по другой, к сожалению, методики. Вот, говорил, когда подписывать там всякие разные соглашения, договоры и прочее, прочее. Да, Путин тоже двинутый на этой теме, и Ковальчук это прекрасно понимает, это использует. Насколько я понимаю, Ковальчуки даже идеологи вот этого путинизма последнего времени. И я просто знаю о частых поездках Путина ко всяким шаманам. Когда-то он даже туда любил летать с Шойгу вдвоем. Там же они и охотились, насколько я помню. Ну, что могу поделать? Ну, вот, управляют Россией динозавры из прошлого века. Так и Путин, да, молодец. Путин несет Путин, да. Ну, то есть, если бы я такие разговоры слышал где-нибудь на лавочке, за гаражами, да, ну, мужики сели, поиграли в домино, выпили и поговорили. Ну, окей. А это то же самое, только с президентского кресла, да, с президентского, так сказать, из президентских уст вылетают все эти глупости. Не, ну ладно бы, это бы там бабки, мужчины же говорят, как это сейчас меня, женщины, женщины вооружаться против меня. Но говорят, что это же эмоция иррациональная, да, мужчинам свойственно рационально. Как в голове полководца, коим себя, вас считает Путин, живет вот эта страсть к прикладыванию там себя к мощи святых и жертвоприношения у шаманов. Как это в одной голове может? Или, 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 казалось бы. Но это же как-то... Доктор экономических наук, я с нами был на связи, Владислав Иноземцев. Вы наверняка знаете Владислава Леонидовича. И он сказал, что проблема российской оппозиции в том, что они никак не могут как бы активизироваться и начать. Самое главное, ну, во-первых, единства там у вас все нет. И он говорит, что проблема в том, что вы не говорите с людьми. Вот вам нужно, значит, адресно обращаться. Он даже премьер привел Рейгана, который там на пике холодной войны все равно обращался, записывал обращение к советским гражданам, в общем, к людям. Вот это, насколько действительно у вас есть в российских оппозиционных силах, есть эта потребность в этом общении? Насколько вы чувствуете, ну, что называется, необходимость в такой коммуникации? Насколько она может быть эффективна? Ну, я с Наземцевым не просто знаком, да, мы с ним, во-первых, и дружим, и много чего вместе делаем. Поэтому я, скажем так, то есть вы описали, немножко вырвав из контекста некоторые его идеи, а там, на самом деле, намного больше, и проблема там самая основная. Здесь с Наземцевыми, со всеми я согласен, я об этом часто говорю. Но самая главная проблема у оппозиции – это проблема легитимности. Потому что есть, например, у белорусов Тихановская, ну, это легитимно избранный президент. За нее проголосовало большое число людей. Вот, и, собственно говоря, после Тихановской как раз в Кремле приняли решение оппозиционеров не пускать ни на какие выборы, чтобы у нас этой легитимности не было. Они это прекрасно поняли, поэтому меня вместо выборов посадили там в ВВС на Петровке, кого-то там отравили, кого-то убили, как Немцова, да, кого-то выдавили из страны. Вот, поэтому получилось так, что, да, я был когда-то депутатом, и я бы выиграл выборы в 21-м году, но меня на них не пустили. Поэтому формально у меня нет такого избранного статуса, как у Тихановской, ни у кого в оппозиции такого статуса нет. Поэтому и не то, что там люди не обращаются. Конечно, мы обращаемся к гражданам нашей страны, где можем. Вот, но эти месседжи, они доходят до тех, кто умеет пользоваться интернетом, кто получает информацию из интернета. А у нас сегодня цензура тотальная, нет ни одного независимого СМИ. Фейсбук закрыт, там, Инстаграм закрыт, социальные сети закрываются, я думаю, Ютуб закроют. Специально как раз, чтобы они нас, люди там, не слышали. Вот, поэтому это есть проблема, одна проблема не в том, что кто-то что-то не так делает. Да, проблема в том, что есть объективные вещи, объективные факторы. Вот, ну, нет избранного статуса, объективный фактор, да. Ну, как я могу этот статус изменить? Да никак я не могу этот статус изменить, потому что я не могу выборы организовать, я не могу приехать туда. Вот, собственно говоря, и это серьезная проблема, мы это прекрасно понимаем. И ровно поэтому с Ходорковским, с Гуриевым, со многими другими, с Каспаровым, там очень много людей, которые сейчас пытаются создать, как бы, альтернативу выборному статусу. Какая может быть альтернатива? Это объединение. Поэтому вот идет объединение антивоенных демократических сил. В Берлине была подписана декларация, где четкое было отношение и к международно признанным границам Украины. Кто не подписал, идите нахрен, да, значит, там все это есть. Вот, и на базе этого документа идет сейчас объединение. Например, в Брюсселе, в рамках брюссельского диалога, в Европарламенте прошла встреча, где было там человек 300, были практически все российские оппозиционеры. Вот сейчас мы продолжаем этот диалог и с Европарламентом, и с ПАСЭ. Я думаю, что, конечно, проблемы есть, какие-то нерешаемые, какие-то решаемые. Все, что можно решать, мы попытаемся это делать. Ну, смотрите, пока вы существуете в параллельной реальности, потому что пока вы, значит, думаете, да, как вы будете возвращаться в страну, как вы будете там удерживать власть. А Путин тем временем в 10 раз увеличивает штрафы за неявку в военкомат и принудительно в России мобилизовали, мобилизовали, простите, мобилизовали около 60 мужчин на оккупированной территории. Вот, пожалуйста, спецоперация идет по плану? По какому по плану? Не был план за 10 дней захватить Украину и 9 мая провести парад на Хрещатике, там, да, наверное, в Киеве, парад Победы. Ну, конечно, Путин будет это делать, но на самом деле все, что он делает, рано или поздно даст результат с точностью да наоборот. Как раз те люди, которых это коснется, прибегут в интернет, да, новости читать, перестанут смотреть телевизор. Кстати, сейчас сегодняшняя новость – резкое падение рейтинга телевизионных программ пропагандистских. Вот, и куда люди идут? Они идут в интернет. Почему? Потому что там можно меня послушать, Хазарковского, Каспарова, там, команду Навального, да, и разных людей, независимых журналистов, которые расскажут, что происходит в России. Потому что многие до сих пор не понимают, ну, если ты смотришь телевизор, конечно, ты не будешь понимать. Вот, поэтому все эти путинские действия, они на самом деле уменьшают базу поддержки власти, они увеличивают количество людей, которые захотят альтернативу. Так что процесс идет. Ну, это тотальная мобилизация. Да, Дмитрий, но это тотальная мобилизация. Это, кстати, они же на законодательном уровне, там, Дума поработала для того, чтобы увеличить этот возраст. Да, они готовятся к длительной войне. Вот только вопрос, сколько. Если Путину неудачно... Хотя есть версии о том, что, значит, Запад попытается, значит, склонить каким-то переговорам, значит, стороны. Вы делите в то, что это возможно. А потом, на самом деле, вот Зеленский говорит, мы вернем границы 91-го года. Но ведь и Путин тоже говорит про границы 91-го года. Так у них разные представления о том, как будут оформлены документально эти границы. Путин видит это... Мы говорим про международные признанные. О чем говорит Путин, нас мало волнует. Вот есть признанные, международно признанные границы, а есть какие-то, которые в голове у Путина. Что там в голове у Путина, в принципе, мир и нас не должно интересовать. Поэтому ужас в том, что даже если мы вернем эти границы 91-го года, где гарантия, что на следующий день ракеты и российские снова не полетят на мир... А это ровно то, что я и говорю, что война может закончиться тогда, когда Путин, его режим закончится. Потому что даже если действительно Украина отвоюет, оккупированные территории, то Путин все равно будет продолжать эту войну. И верю ли я, это сейчас вопрос невера. Если мы возьмем статистику, то, конечно, в разное время люди готовы были воевать год, два, три, а потом все уже хотели мира. Поэтому, видимо, Путин думает, вот если он сможет перейти в режим обороны и подготовиться к затяжной войне. Потому что когда ты в режиме обороны, ты теряешь меньше, чем атакующая сторона. А поскольку у тебя безграничный запас пушечного мяса, ты можешь эти, так сказать, рубежи оборонять. И дальше он думает, а вдруг либо украинцы устанут воевать, либо Запад устанет поддерживать Украину. Это как бы, я думаю, вот в этом направлении размышляет в Кремле. А у них ничего не остается. Им либо бомбу надо ядерную сбросить, ну тогда это будет совершенно другая ситуация. Будут уже ответы НАТО, и американцев, и всех остальных. Либо что ты будешь делать? Атаковать ты не можешь. Удерживать просто территории достаточно сложно. Значит, тебе нужно к этому как-то готовиться. Поэтому, да, вот эта затяжная война, это то, к чему Путин готовится, потому что никаких переговоров сегодня быть не может. Потому что одна сторона готова переговариваться, что справедливо в случае освобождения всех оккупированных территорий России. Другая сторона, я имею в виду Путин, не сможет вывести войска отовсюду, потому что иначе это будет внутри страны расценено как поражение. Ну где тут компромисс? Его нет. Поэтому какой вывод? Ну готовимся к затяжной войне. Поэтому они меняют законодательство, переводят экономику на военные рельсы, вводят разные, так сказать, в разного уровня, в разных регионах, мобилизацию граждан. Поэтому, да, пока мы наблюдаем именно подготовку к затяжной войне. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!